Донбасс Кстати, отказ нынешних киевских властей платить за газ является таким стихийным, бессознательным признанием отсутствия этой самой правоприемственности. И российская позиция, помните, вернуться к соглашениям от 21 февраля, это попытка восстановить хоть какую-то легитимность. Последняя попытка сохранить Украину. Исполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский объявил, что антитеррористическая операция из активной стадии перешла в финальную. В финальной стадии находится антитеррористическая операция в районе Красного Лимана, Славянска, Краматорска. Далее он сообщил о том, что уничтожено много сепаратистов, а украинских силовиков потеть нет. «Ну неужто супермены?» Вот все-таки это не революция. Что бы там ни говорили про революции, революции рождают вождей. А это, прости господи, вот эти дегенераты за все время своей войсковой операции не взяли под контроль ни одного здания, не то чтобы городка. 33-тысячная группировка шарится по востоку Украины, а единственная гордость правосеков – резня в Одессе. Это парад ничтожеств. Какие-то убогие мелкие урки. Турчинов, Пашинский, Аваков. Единственный приличный мужчина – генерал Наливайченко. И тот американский шпион. Выборы Порошенко украинским президентом, повторим, будут признаны прогрессивным человечеством, даже если на них придет один Порошенко. При этом ни при каких обстоятельствах не будут признаны Юлии Тимошенко. И начнется третья серия морализонского балета «Майдан-3». А референдумы в Донбассе, признавай, не признавай, это политическая реальность, не отменяемая никакой внешней волей. Фарш невозможно провернуть назад, как и Украину. Однако, до свидания.